Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с предпринимателями. В Торгово-промышленной палате Республики состоялся обстоятельный разговор о проблемах реального сектора экономики и о том, какие решения предлагает власть. Вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса сегодня приобрели особую актуальность. Именно этот сегмент наиболее зависим от экономических тенденций. И именно он при создании благоприятных условий может дать положительную динамику. Мы максимально должны снимать, снижать терапевтические проволочки, соблюдая норму действующего законодательства, не создавая предпосылки для разных коррупционных проявлений. Мы открыты для бизнеса, общества, для предпринимателей. Эту работу мы проводили, стандарты принимали, утверждали. Одно дело на бумаге, другое дело, мы в реальной жизни должны выстраивать эти эффективные взаимоотношения, прежде всего с органами власти и с нашими предпринимателями. Одной из тем разговора стало улучшение инвестиционного климата Чувашии. Сейчас Республика находится на пятом месте среди регионов, в которых бизнес вести комфортно. Но это еще не предел. Существуют факторы, сдерживающие развитие бизнеса, в основном административные. Это доступ к имущественным и финансовым ресурсам, рост арендных платежей и налогообложения, которые зависят от кадастровой оценки имущества. Если дать возможность предпринимателю сегодня вздохнуть и уменьшить имущественные налоги, он же будет развиваться, и тогда мы получим поступление тех самых налоговых платежей, но завтра, возможно, в большем объеме. Нехватка квалифицированных кадров, развитие производственного бизнеса и многое другое. Предприниматели смогли не только напрямую задать злободневные вопросы, но и выйти с предложениями к органам власти. У нас раньше в республике существовал коррекционный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, который потом был преобразован в другие органы. Нам кажется, что стоило бы вернуться к воссозданию этого коррекционного совета. Власть должна почувствовать пульс бизнеса, а в данном случае, в первую очередь, конечно, малого и среднего бизнеса. Бизнес, наверное, должен почувствовать тот ритм и те планы, те настроения власти, те цели власти, которые власть ставит перед собой. Правительство республики оперативно реагирует на изменения в экономической среде. Продолжается развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, бизнес-инкубаторов, центров инновации и координации. Особую роль возлагают на индустриальный парк. Новые рабочие места, приток капитала должны улучшить экономическую ситуацию в республике.